Это будет часть высокоскоростной дороги. Она городская, но это часть высокоскоростной дороги. И следующая остановка будет через 15 километров. Это уникальная дорога, потому что никто в мире не может на таком расстоянии разогнаться до 500 километров в час и остановиться. Подготовка земельного участка к строительству – это трудоемкий и необходимый процесс, который включает в себя ряд важных процедур. Согласование строительства занимает время, но за это время обеспечивается сбор нужных данных, согласование генерального плана, поддержка компетентной экспертизы. Это другой вариант городской системы. Она с другой логикой построена. Здесь у нас струнная ферма «Бот», а здесь полужесткий рельс. Он «Бот» невысокий, его высота всего 15 сантиметров. На пролете 40 метров. Кстати, вот рельс. Вот если обычный рельс положить на пролете 40 метров, он сломается под собственным весом. А этот не только не сломается, он будет ровным, и по нему будет ехать подвижной состав весом 10 тонн. Работы, которые в настоящее время проводятся на территории будущего экопарка, называются инженерное изыскание. Инженерное изыскание необходимы для определения площадки строительства, создания плана будущих сооружений, производства временного отвода земли для прокладки инженерных сетей. Инженерное изыскание включают инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. На нашем участке в целях экономии времени они проводятся параллельно. Значит, здесь мы покажем грузовую систему для перевозки сыпучих грузов. И где-то объемом 10 миллионов тонн в год, и мы можем нарастить производительность до 100 миллионов тонн в год и больше. Как пример, Трансибирский магистраль, наверное, одна из самых нагруженных дорог в мире железных, перевозит 100 миллионов тонн в год. И мы можем 100 миллионов тонн в год. Легкая, жульная конструкция, работающая в другой логике. И мы тоже это покажем. Инженерно-геодезические изыскания обеспечивают получение топографических и геодезических материалов, то есть данных о рельефе местности и существующих наземных и подземных сооружениях. Данные, полученные по результатам инженерно-геодезических изысканий, служат основой для разработки необходимой проектной документации, генерального плана, проектов планировки и реконструкции, рабочих чертежей. Есть реангуляционная сеть, откуда геодезисты пришли сюда, определили местоположение этой точки, ее высоту. Это грунтовый репер, а вот эта точка, вот она, стальная, отметка которой известна и координаты которой известны. И это место, вот если взять схему экотехнопарка, вот где-то вот здесь. И отсюда уже пошла геодезия, топография, наше участок. Инженерно-геологические изыскания проводят для определения несущих характеристик грунтов, их состава, влияния на строительные конструкции, а также уровня грунтовых вод. Результаты изысканий точно покажут, есть ли на участке ненадежные опасные места, какие могут быть проблемы с водоотводом, где именно на участке выбрать оптимальное место для строительства фундаментов зданий и опор. Отсутствие данных геологических изысканий может привести в дальнейшем к неоправданным расходам на земляные работы и благоустройства. Не просто, чтобы видеть, какие грунты, да? Вот здесь, кстати, сверху очень хороший грунт, песок. Вот вы смотрите, строительный песок высокого качества, видите? Даже тут глина появилась. И мы должны знать, на какой глубине какой грунт, чтобы знать несущую способность. Поэтому здесь определяется не только, вот керны, грунт поднимается, да? Его состав. Но определяется, там еще будет показано, как определяется несущая способность. То есть будем знать составы грунтов, то есть разрезы будут, то, что эта вся площадка будет так пробурена. И мы будем знать несущую способность вот в каждой точке на нужной глубине. Вот это пойдет потом в проектное решение, потому что без этого нельзя проектировать. И поэтому и гидрозисты здесь работают, и мы потом сделаем планировку. Будем понимать еще и какие почвы, потому что здесь привлекается ботанический сад к этим работам. Потому что каждому растению нужна своя почва. Хорошая преданность. Да, своя почва должна быть. А мы хотим и сады яблоневые, и грушевые, и вишню, и пихты посадить, и голубые ели. Возможно, даже секвойи, которые, ну, это самое высокое дерево в мире, но достигают высоты 120 метров. Вы можете представить, там диаметр ствола 6 метров он достигает. Возможно, их посадим, если они смогут здесь перезимовать. Это делается для того, чтобы приехали заказчики со всего мира, увидели это и заказали эти дороги в своей стране, в своем городе, на своем континенте. Поэтому это есть эко-технопарк. И слово «эко» на первом месте стоит. Остановление экологии. Возвращение жизни, причем более высокого качества. С другой почвой. С садами, которые будут давать нам экологически чистую пищу. И дороги над ними будут, которые не ухудшат ни почву, ни сады, не убьют ни одного живого существа, ни человека, ни животного, потому что он на высоте и не пресекается с поверхностью земли, где, собственно, мы и живем. Субтитры создавал DimaTorzok